Приветствую каждого игрока от общей достатист на моем канале с вами зав и сегодня мы поговорим об этом аппарате t23e3 что же это за машинка давайте посмотрим где-то у нас предложение вот три с половиной тысячи золота за пустой танк но перед началом ролика я как обычно расскажу что нас проходит розыгрыш розыгрыш боевых пропусков там три боевых пропуска можно выиграть даже два раза а если вы чертов везунчик то можно выиграть аж целых три раза еще и лицензию дополнение к двум боевым пропускам в общем чтобы ознакомиться со всеми условиями проведения розыгрыша вы можете посмотреть видео оно в описании там в первом закрепленном комментарии и для того чтобы подкрепить успех данного видео я вот вам расскажу что для того чтобы участвовать в телеграме например в конкурсе у нас проходит телеграме в дискорде и в ю тубе вам нужно нажать вот сюда получается здесь подписаться на youtube канал подписаться на телеграм-канал это все будет проверяться и нажать кнопку участвовать все на этом ваши действия заканчиваются и вы уже участвуете в розыгрыше может быть победите именно вы кто знает хорошо а теперь давайте к т23e3 за три с половиной тысячи вроде как за семерку но небольшие деньги да там три с половиной тысячи золота ерунда какая-то но у нас уже скоро черная пятница это во первых а во вторых это не самый привлекательный аппарат среди семерок уж можете мне в этом поверить давайте посмотрим за сколько он продавался до этого смотрите вот это в 2020 году 20 ноября продавался за 5000 золота это индивидуалка ну тут правда легендарный камуфляж 30 дней прямо но тем не менее 5000 золота в двадцать втором году 10 марта он продавался тоже за три с половиной тысячи золота пустой но еще в двадцатом году вот я нашел предложение 6 июля 2020 года он продавался за две с половиной тысячи золота две с половиной тысячи золота вы понимаете а сейчас двадцать втором он почему-то стоит три с половиной тысячи золота непонятно почему то есть тут скидка 30 процентов вроде какая-то нарисовано но тем не менее никогда у вас скидка 49 процентов кстати непонятно почему не 50 процентов а именно 49 ну то есть если он в натуре должен стоить 5000 золота как вот здесь вот он стоит то должно быть ну явно 50 процентов скидки здесь они 49 нарисовали ну ладно не суть важно главное что вы поняли что он стоил две с половиной тысячи два года назад а теперь его пихают на косарь на целый косарь дороже почему так неизвестно давайте прокатимся на этом аппарате может быть у нас что-то на нем получится мы поговорим заодно про него на самом деле аппарат довольно противоречивый то есть у него по характеристикам то по сути для семерки но все более или менее неплохо единственное что бронепробитие было слабенькое но его подтянули до 160 миллиметров 160 это как бы уже неплохо но есть один косячок у него конечно это его точность плюс мы попали к восьмеркам с восьмерками будет очень тяжело у нас есть отличный дпм в 2 800 единиц то есть действительно неплохой дпм даже для восьмерок это неплохой дпм но реализовать вот эти снарядики очень сложно потому что вы либо промахиваетесь либо не пробиваете либо не попадаете короче много всего происходит того чего вы не хотели чтобы происходило давайте-ка попытаемся оттуда смыться там химера 1 поехала я с химерой вот так вот перестреливаться лоб в лоб точно не хочу изначально да я хотел туда поехать но как бы меня никто не поддержал но сейчас только туда поехала праджета видимо сливаться короче бой чувствуется будет тяжелый и вряд ли победный очень вряд ли победный ну вот тут вот выскакивает этот парень вот нам чуть-чуть бронепробития хватило чтобы по нему стрельнуть и все второй выстрел я банально не успел сделать а у нас 160 единиц альфы то есть с альфой мы тоже не дружим можно вот сейчас попытаться на него напасть пока он на кд вот наша точность великолепная то есть на ходу мы стреляем и не попадаем вообще никак давайте к нему просто притулимся здесь он сейчас будет тут вертеться как-то крутится пытаться мансить в принципе нам на него пробития хватает ну вот он перезарядился и сейчас мы будем получать три снаряда большим минусом этого аппарата также является его полная картонность полная картонность то есть он вообще ничего не танкует ну это я сейчас маску попал в башню вот в этот купол а его кто-то поддержал сухарь его поддержал если бы сухарь его не поддержал я бы его точно размотал то есть мы бы все-таки перестреляли танк восьмого уровня но вы сами видели да то есть когда у него барабан перезарядился я вообще никаким образом не мог танкануть все почему потому что брони полностью нет слушайте ну наша команда вроде побеждает и да это очевидная победа то есть да действительно наши дотащили они молодцы мы конечно справились но так себе но в принципе наносить урон было легко мы поймали барабанщика и пока у него было кд мы наносили ему урон но как только когда прошло мы сразу же на получали практически по полной программе если бы его не поддержал сухарь то я думаю я бы его все-таки застрелял но так как приехал сухарь ничего не поделать 40 тысяч кредитов у нас получилось и мы даже не на последнем месте далеко не на последнем месте вот у нас тут есть героя особенно мне нравится про джета который сначала стоял потом поехала слился но благо они там кое-как справились и меры а это самое важное потому что химера чисто теоретически могла полностью бой законтрить нашим парням кстати победил взвод давайте посмотрим на их процент побед 61 и 68 все понятно все понятно у врагов взвод 47 процентов и 51 процент 371 бой упали 371 бой это кстати тот который меня застрелил равноценные взвода балансировщик работает по полной программе одобряю разработчики красавцы прям может быть это мне так повезло посмотрите у вас как в командах там балансирует теперь новый балансировщик что у нас тут по дпм у 2 850 единиц то есть дпм действительно на уровне то есть если посравнивать с другими аппаратами у которых 160 альфы действительно дпм впечатляет но помимо дпм нужно же обладать какими-то другими характеристиками которые будут впечатлять врагов и у нас такая характеристика есть у нас есть скорость 56 километров вперед и 30 назад 30 назад подумайте только 30 километров час назад вы где-нибудь видели у какого танка 30 километров час назад это его фишка такая он очень-очень быстро ездит назад очень быстро ездит назад 27 1 лошадиная сила на тонну ну то есть разгоном у него тоже проблем нету плане подвижности этот аппарат в принципе достойный 44 градуса это немножко маловато но в принципе это тоже неплохо для стэшки плане подвижности отличный аппарат просто великолепный но есть ложечка тегтя в бочке меда у нас есть не такое уж прям суперское сведение но в принципе еще годится и разброс огромнейший для этой альфы это очень большой разброс кстати 10 градусов у венов это тоже большой плюс то есть мы чисто теоретически можем попытаться отыграть от рельефа но это практически бесполезно потому что мы полный картон и даже шапка у нас не танкует ну то бишь башня имею ввиду 50 процентов побед почему все так плохо вроде как по характеристикам то получается аппарат не чешный да вот мы посмотрели и в принципе охватив все его характеристики мы понимаем что у него есть подвижность у него есть дпм у него есть ну малая альфа конечно и чуть-чуть проблемы с разбросом но в ближнем бою то это решается почему все плохо потому что он вот такой потому что вот разработчики его наделили вот такой вот броней смотрите маска 129 миллиметров и за ней 103 миллиметра чисто теоретически маска должна танковать но даже она пробивается потому что здесь есть пластина 0 миллиметров и она большая огромная просто огромная пластина то есть за экраном по сути 0 миллиметров практически всегда может быть где-то вот здесь вот стык где стык именно маски и стык вот брони там она не пробивается почему там 0 миллиметров ну не знаю разработчики вот так вот решили потому что надо было танка сделать реалистичным потому что там действительно видимо за maskой нету брони и они решили вот таким вот образом это все продемонстрировать да у нас же нет нереальных танков у нас нет могильщиков крушителей нет у нас все танки реалистичные и у них должно быть 0 миллиметров за маской орудия замечательно одобряю разработчики дальше 63 миллиметра у нас снизу 115 получается приведенки естественно это не танкует против восьмых уровней это вообще ничего не значит да и против семерок от ничего не значит даже шестерки будут вас пробивать в легкую у шестерок 150 миллиметров есть практически у всех за редким исключением там есть шерманы 128 миллиметров пронепробитие но тем не менее даже 128 миллиметров шермана естественно хватит чтобы пробить вот это все все абсолютно все даже маску даже маску частенько залетает кстати в маску и пушку лупит при этом то есть мало того что вы лишаетесь пушки там пушка в пушку не потанкуете у вас еще и пробивают на вылет замечательно бортиком может быть можно потанковать нет 51 миллиметр это практически не танкует вот даже под таким углом на 150 180 миллиметров ну там 200 получается в лучшем случае все равно этого мало то есть танковать от борта тоже не получится тем более у вас есть маска которую ну точнее башня которую легко прострелить короче в плане брони этот аппарат но абсолютно никудышный абсолютно никудышный 38 миллиметров у нас сзади это естественно фугаса приемник здесь у нас 19 пускай под приведен очкой да опять-таки как у многих американцев но тем не менее все равно здесь получается 38 или 78 без разницы куда бы вы не стрельнули в этот аппарат скорее всего он не танканет но есть мало-мальский шанс что он там как-то в гусеницу примет или еще куда-то но обычно его пробивают сто процентов то есть как бы вы там от углов не пытались танковать все равно это не поможет может быть если вам повезет он что-то танканет но это просто тупо везение в остальном он не танкует от слова совсем вот и получается что этого аппарата вроде как все есть а хоть и как самых нужных показателей ему не дали и конечно же на нем естественно из-за этого характеристики ну точнее процент побед проседает но не будем отчаиваться может быть во втором бою у нас что-нибудь да получится по крайней мере будем стараться будем пытаться сделать максимально все возможное да кстати забыл коэффициент фарма показать там сто пятьдесят шесть процентов но я думаю вы видели в таблице в любом случае естественно фармить на этом аппарате тоже у вас не получится кстати мы попали против шестерок у нас есть все шансы показать какую-то эффективность ну давайте попробуем я смотрю все на ст направлении наплевали у нас кстати очень много этих всяких басота симоверта и так далее надо запомнить как их называют а то с этими названиями вот си си например я так и не понял как его звать правильно си си посмотрим посмотрим короче или мы живой может си 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 будем называть почему бы и нет захватим точку и сейчас посмотрим откуда враги будут ехать но скорее всего они поедут где-то с точки а я так понимаю что они в ту сторону отправились поэтому у нас есть возможность немножечко их обескуражить с этой стороны может быть у нас получится тут объект ох ты что нафиг танканули но там естественно к в 2 подхватил эстафету и немножечко нам подкинул или немножечко вот опять таки проблемы с точностью то есть не хватает точности чтобы выкатиться и просто шмальнуть попасть пробить пробитие тоже невысокое на самом деле 160 миллиметров но лучше чем допустим у советских танков у советских танков там еще хуже у них там по 140 миллиметров этого тоже не хватает естественно нам хватает зато дпм а для того чтобы наносить им урон прям успешно носить так главное под к в 2 они еще раз не подставятся так в принципе все ок меня кто-то там прикрывает сзади слава богу потому что если бы этого кого-то не было опять таки танкую я вам показывал его броню то есть удивительно то что мы танкуем это чудеса но смотрите как быстро у нас снарядики отлетают то есть по три секунды по три секунды выплевываем каждый снаряд очень быстро даже тот же объект 244 с его быстрым кд все равно не успевает за нами я вот с тобой я не хочу драться я тебе не знаю куда пробивать ага замечательно в лючок пробиваешься опять-таки лючок нужно выцеливать очень много выцелить мне очень сильно везет то что меня прикрывают если меня не прикрывали то конечно было бы все очень грустно за счет прикрытия более или менее как-то тут сражаемся но танк на самом деле такой себе кроме как наносить урон на нем по сути ничего и не получается если бы меня не прикрывали басота симоверта и еще кто-то там сзади по моему объект 244 то боюсь было бы все очень очень печально меня бы вкатили и просто бы изничтожили а так я высовывался и постоянно накидывал 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 ну получается либо так играть то есть постоянно высовываться и откидывать снарядики либо как-то в крысу нападает там сзади 2000 урон у нас получилось 51 тысячу кредитов кстати очень много ну и вот по большому счету мы первое место все-таки заняли то есть кое-как на этом аппарате играть получается но это далеко не эталонная игра если вам нравится вот такой вот геймплей когда вы играете в крысу когда у вас есть так скажем мощная пушка но которая немножко косовата да и есть кое-какая скорость которую вы можете воспользоваться опять-таки напомню что 30 километров назад на скорость поэтому мне было очень легко выкатываться вперед и откатываться назад именно эти 30 километров в час вот они решают судьбу этого танка но практически у него есть естественно другие плюсы минусы но тем не менее 30 километров в час вот этот тот параметр который меня действительно впечатлил ну и моя рекомендация естественно я не рекомендую покупать этот танк то есть вот сколько хорошего я про него говорил мне он не нравится он мне кажется полным говном да вот ну естественно он не полное говно естественно тот аппарат у которого 2 800 дпм а это все-таки ну в априори не может быть говном у него действительно есть хорошая пушка если допустим поймать какого-нибудь неумелого парня то вы его спокойненько расстреляете потому что у вас дпм а мама не горюй но тяжело тяжело на этом аппарате очень тяжело то есть нужно не подставляться нужно постоянно где-то там кататься как-то пытаться мансить ну в общем максимально стараться испортить жизнь противнику так чтобы он по вам не стрелял а вы по нему могли стрелять сделать это сложно поэтому этот аппарат имеет плохую статистику и поэтому его практически никто сейчас на данный момент не выкатывает хотя есть индивидуумы которым он действительно нравится но я не из таких поэтому аппарат опять-таки не рекомендую плюс по цене его тоже завысили два года назад он стоил две с половиной а тут он вдруг стоит три с половиной это я считаю нечестно значит можно его подождать на какую-нибудь черную пятницу или на какой-нибудь другой ивент и купить его действительно дешево подписывайтесь на канал ставьте лайки надеюсь это видео произвело на вас впечатление и вы поняли что этот танк вам не нужен а может быть и нужен кто его знает решайте уж сами ну и напишите в комментариях что вы думаете об этой машинке всем спасибо за просмотр и всем пока